Впечатляет, правда? Шимкен вчера и Шимкен сегодня – это уже колоссальная разница. И кажется, город даже не засыпает, чтобы не упустить ни минуты времени. Ведь изменения здесь происходят на каждом шагу. И встает вопрос – как же уследить за всем этим? В эфире программа «Такая работа». Мы расскажем о том, как функционирует государственный аппарат, в котором у каждой детали свое уникальное значение. Сегодня мы в одном из самых густонаселенных городов страны – Шимкенте. И работы у руководства мегаполиса в этом плане действительно немало. Городостроительство, транспортная сеть, здравоохранение, промышленность и многое другое. Вот, например, нашей съемочной команде удалось посетить специальную экономическую зону «Онтыстык», общая площадь которой составляет 200 гектаров. И мы поговорили об ее деятельности с представителем отдела предпринимательства «Акимата» города Шимкент. Для предпринимателей, которые находятся в индустриальной зоне, есть много льгот. Работы с инвесторами ведутся по принципу одного окна. Помогают с приобретением земельного участка, оформлением документов. Основная помощь заключается все-таки в предоставлении бесплатных земельных участков с готовой инфраструктурой и льготами в виде освобождения от КПН – от имущественного налога сроком на 10 лет. В настоящее время в специальной экономической зоне «Онтыстык» функционирует 8 крупных компаний с общим объемом инвестиций в более 144 миллионов долларов США, которые предоставляют 1445 рабочих мест. Помимо этого, более 100 гектаров территории доступны для новых инвесторов. Также здесь оказывают помощь со сбытом продукции на экспорт. Работаем по госпрограмме индустриально-инновационного развития, основными направлениями которого являются продвижение развития предпринимательства, то есть крупных промышленных предприятий. Мы посетили мини-завод, в котором производятся игрушки под брендом «Made in KZ», «Камазы», «Конструкторы» и многое-многое другое. В месяц объем производимой продукции в среднем достигает отметки 15-20 тысяч. В индустриальной зоне «Онтыстык» частным предпринимателем Байтимирова в 2017 году был запущен завод. Общий объем инвестиций составляет 35,3 миллиона тенге. Финансировалось предприятие за счет государства через фонд «Дому». Оборудование, установленное на заводе, было завезено из Китая. Также изначально оттуда были приглашены специалисты, обучившие местных сотрудников в работе с оборудованием. Нас заинтересовало качество производимой продукции и насколько она безопасна для детей. Кстати, родители маленьких казахстанцев уже с удовольствием разбирают игрушки с прилавков отечественных магазинов. Я вот сырье, расседана на ламс. Да, это пластик. Сырье мы берем из России, в Казахстане нету. Качество у них хорошее и по цене доступнее, чем китайское. Если в Казахстане было бы свое сырье, то игрушки у нас были бы дешевле. После выпуска игрушки отдаем в лабораторию, там проверяют и выдают нам сертификат. У наших нет никаких вредных воздействий. Но, как оно бывает, без барьеров и терний не случается ни один путь. Вот и прежде, чем открыть собственное производство, о котором предпринимательницы сына мечтали, им пришлось столкнуться с некоторыми сложностями. Мы поначалу тоже переживали, как все будет. Прошли через многие сложности, особенно трудно было в плане оформления документации. Потом уже через палату предпринимателей нашли инструменты поддержки и получили помощь от государства. Мы поинтересовались, сложно ли Раби Гебайтимировой, как женщине-предпринимателю в регионе, который славится своим традиционным укладом жизни, вести дело в мужском бизнесе. Нет, не трудно. Наша бабушка говорила. Глаза боятся, руки делают. Нужно работать, и только тогда будешь всегда сыт. Независимо от того, женщина ты или мужчина, нужно всегда быть активным. Не бояться и всегда стараться реализовать свои задумки. Сегодня в Шемкенте проживает чуть менее 900 тысяч человек. К 2020 году, по прогнозам экспертов, численность населения достигнет миллионной отметки. Мы хотим сделать Шемкент городом, в первую очередь, для людей, а не для автомобилей. Город для людей звучит, как название книги утопии. Но, возможно, именно тут это удастся превратить в жизнь. Шемкент – зеленый, теплый, гостеприимный город. И хорошо, что призыв оставить автомобили сопровождается и конкретными предложениями, дабы у людей были причины и мотивация последовать этому совету. Был запущен новый проект – это Шемкент Байк. Это не просто дань моде, это на самом деле трансформация менталитета граждан. Чтобы люди пересаживались поэтапно на велосипеды, общественный транспорт, ходили пешком даже. Упомянутый ранее Шемкент Байк – это совместный проект Фонда национального благосостояния Самру Казына, Казахстанской федерации велосипедного спорта и Акимата города Шемкент. Потому что сейчас получается так, что в одной семье у отца машина, у мамы машина, у дочери машина, у сына машина, по хозяйству одна. Пять машин в семье. И поэтому я считаю это не совсем правильно. И тратить свои деньги на содержание автомобилей, я считаю это глупо. Лучше эти деньги потратить на свое здоровье, на путешествия. Но для того, чтобы отказаться от автомобиля в пользу более полезного для здоровья и окружающих людей транспорта, необходимо, чтобы были созданы и соответствующие условия. Специально на новых проектов мы предусматриваем отдельную велодорожку, где позволяют земельные участки, а где стесненные условия, а там расширяем тротворы за счет тротвора. Что касается общественного транспорта, как еще одну альтернативу автомобилям, то в Шымкенте как раз происходит активный процесс модернизации транспортной инфраструктуры. Так как территория Шымкента разрослась до 117 тысяч гектаров за счет присоединения 40 населенных пунктов, многие отдаленные участки остались без автобусных маршрутов. Причиной тому отсутствие экономической выгоды для владельцев автопарков. Да, мы его решили каким путем. Не решили, а решаем. Для этого мы создали Шымкент-бас с 49% участия городского акимата, 51% частные. Частные это вот грим-бас. На данный момент ТО «Шымкент-бас» занимается закупом 150 новых автобусов марки «ЕТОН». Чем неоспоримым плюсом является их длина. Она составляет более 8 метров. А также то, что они работают на метане, что позитивно скажется на экологической обстановке в городе. Плюс к этому мы перед Мастыхатом утвердили 10 социальных маршрутов, где, вы знаете, у нас очень много присоединенных земель. И там есть маршруты, которые очень далеки. Их надо субсидировать. Эта компания как раз этими вещами займется. Шымкент-бас начнет свою работу в августе-сентябре 2017 года. Нас заверили, что цены на проезд останутся неизменными. А также, что новые автобусы будут приспособлены для пользования людьми с ограниченными возможностями. Кстати, выделяющиеся среди других бело-зеленые автобусы, которые курсируют по городу сейчас, это как раз таки компания «Гринбас», созданная в 2014 году. Она создалась каким образом? У нас в городе Шымкент было со стороны пассажиров много жалоб, что старые автобусы, что они вечером не ездят. По итогам 2014 года мы расторгнули около с 8 компаниями с 16 маршрутом. И в начале 2015 года объявили конкурс, согласно закону. И «Гринбас» в этом конкурсе объявили его победителем. На сегодняшний день «Гринбас» обслуживается 16 маршрутов автобусами в количестве 200 штук. Вся эта техническая база была создана в течение двух лет. «Гринбас» обеспечил работой около 1000 сотрудников, 320 водителей, кондукторов, а также слесарь, механики и заправщики. Как мы поставили эти маршруты на линию, для пассажиров это было очень удобно. То есть мы сняли те проблемы, которые, жалобы, которые именно по этим маршрутам, это не соблюдение регулярности извержения, это водительский состав, который курят за рулем. Вот это мы все проблемы сняли. Так как руководством города активно пропагандируется смена предпочтений с автомобилей на общественный транспорт, мы поинтересовались, возможно ли появление в городе специальных автобусных линий «Баслайн». Специальная выделенная полоса для автобусов предназначена для придания приоритета общественному транспорту в общем движении и может существенно сократить время пребывания в дорожных заторах. Такие линии можно у нас сделать только в нескольких улицах, потому что других это невозможно сделать. Мы в прошлом году думали это сделать, но я пока приостановил этот проект, потому что занимать целую полосу, когда в городе и так большой трафик, это не совсем целесообразно. Это можно сделать тогда, когда у нас будет достаточное количество автобусов, и они будут курсировать как часики. Тогда это можно сделать, тогда люди пересядут в автобусы и это оправдает себя. Конечно, подавляющее количество автолюбителей не только Шимкента, но и любого другого города Казахстана не в скором времени повсеместно оставят свои автомобили и пересядут на велосипеды или автобусы. Но старт этому процессу дан, а когда подобные инициативы поддерживаются руководством города, то значит их реализация совсем не за горами. Такая работа. Встретимся на следующей неделе. Субтитры подогнал «Симон»!